Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра Сангейтс. Начиная свою программу, сегодня у нас последний день августа, последний день лета календарного 31 августа и время в Чикаго 7 часов утра, время на восточном побережье это Вашингтон, Нью-Йорк 8 часов утра, время на западном побережье только 5 часов утра, а вот в Москве и в Киеве, это сейчас 15 часов дня и у нас на связи доктор Борис Увайдов и наша программа очередная часть, которая посвящена заболеваниям такой серьезной болезни как рак и предотвращением, причинам этим болезни и предотвращении и у нас сегодня очередная программа и мы сегодня будем говорить о нескольких темах, сейчас мы озвучим это, я только хочу сказать о том, что если кто-то хочет задать свои вопросы, поделиться своим мнением, оставить свои комментарии, это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это наш скайп, sungates108, вы можете там задать свои вопросы, ну и телефон 1847-226-9956. У нас есть некоторые вопросы, которые остались из прошлых эфиров и после того, как эти программы записываются, они все выставляются в YouTube, ну и там, естественно, люди просматривают, комментируют и оставляют свои вопросы. Вот один из вопросов был, как лечить кандидоз, на что доктор Увайдов, собственно говоря, ответил, а вы мне, в общем-то, обратитесь ко мне, и я вас вылечу. Ну, тем не менее, пока вы еще или к вам кто-то конкретно не обратился, давайте мы об этом чуть-чуть буквально поговорим, ответьте на этот вопрос, как можно лечить кандидоз. Я так полагаю, что, опять же, вследствие наших последних программ, это Хильда Кларк, которая говорила о том, что это паразиты, которые в нашем организме находятся в каком-то сумасшедшем количестве, ну, а кандида, это, наверное, вот это вот и есть, как это лечить. Вам вопрос, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Начинаем нашу серийную программу. Надеюсь, будет сегодня очень интересно. И, конечно, вопрос о кандиде. Я бы сказал, что главная проблема рака, это и есть паразитарные болезни, включая кандидоз. Кандидоз, он очень распространен по всему миру. За последние сто лет, ну, чтобы было понятно, в Америке болеет кандидозом в настоящее время статистически доказано, по американской статистике, 250 миллионов людей. Это какой-то большой процент. А еще столько людей болеет и даже не подозревает, не знаю. 250 миллионов, вы говорите? Совершенно верно. Из 350, 250 пораженных кандидозов. Доктора, медики, руки вверх, нет лечения, назначают ни статина, ни статиноподобные. Они также вредны, как антибиотики. Кстати, одна из главных причин, это и есть химизация, это лечение химией. Любой антибиотик, это и есть корм для этих паразитов, кандида альбикоц. Это дрожжеподобная инфекция, которая поражает слизистые оболочки, поражает кожу, поражает внутренние органы, нервную систему, и ведет к стопроцентной смертности. Значит, это предраковое состояние, которое переходит в право. Так я сразу договариваюсь, что много ученых, которые склонны верить ученому, такому матерому ученому, доктору Тулио Симончини, который доказал, что рак это и есть кандидоз. И для того, чтобы доказать, что это верно, он вылечил уже сотни больных раком простой соды. Значит, каждый человек, который еще не зомбирован на белый халат, который может еще переваривать нормальную информацию, должен послушать Тулио Симончини, которого преследовали и держали в тюрьме три года. Несмотря на это, он верил, что это он доказал научно. Вышел, продолжал лечить людей с разной онкологией простой соды. Потому что кандидоз не может находиться в среде, где повышенное количество щелочек. Когда щелочь имеет какие-то параметры, где-то не больше 8-8,5, то там не может жить кандидоз. Там паразиты умирают. Даже и глистная эвазия тоже самое не может. Есть специальные методики, как через клизмы, делая и ощелачивая нашу кровь, мы таким образом парализовываем, убиваем много паразитов, которые у нас в кишечнике, и они выходят. Ведь человек видит своими глазами. Есть такие техники, они простые. И каждый человек это может делать дома. Значит, кандидоз в 90-х годах, это была закрытая тема, поскольку в Америке кандидозом занимались военные структуры. Они хотели взять на вооружение, запустить кандидоз и сделать как биологическое оружие против врагов своих. Вот тогда была война во Вьетнаме. Это еще была... В каком году была во Вьетнаме война? По-моему, в хрущевские времена. В 70-х годах? Да, в хрущевские времена. Да, вот они хотели, значит, кандидоз запустить среди населения во Вьетнаме для того, чтобы разрушить и расстроить солдат и офицеров. Почему? Потому что кандидоз действует не только на физические органы и ткани, но оно разрушает психику человека. Особенно, когда медики лечат кандидоз нестатиноподобными лекарствами, или же антибиотиками, или гормональными, или жаропонижающими. Любая химическая таблетка вызывает колоссальный рост этих дрожжеподобных грибов, которые размножаясь и уничтожают все живое. Поэтому при принятии антибиотиков выделяется ядовитая кислота, которая называется пикулиновая кислота, которая действует на ментальную систему, и человек становится дураком, сумасшедшим. Ментальность настолько изменяется, что получается суицид, самоубийство. Это тайное оружие, и поэтому врачи десятки лет не занимались кандидой. И в России тоже, по-моему, это было запущено как оружие против врагов. А теперь, когда расшатанный иммунитет, потому что везде химия, не только в пище, не только в воде, и еще в воздухе, и это прекрасный корб для кандиды. Оно расшатывает все виды иммунитета, и местного, и общего иммунитета. И, естественно, там, где расшатывается иммунная система, там процветает рак. Значит, для того, чтобы вылечить кандиду, это нужно искусство, Миша. Не каждый врач может вылечить кандиду. Есть какие-то вопросы по этому? Ну, вы знаете, это был вопрос, так сказать, из зала, вопрос от наших радиослушателей, как лечить кандиду. Это, ну, вы уже ответили, если не каждый врач может вылечить кандиду, да и не хочет лечить эту кандиду, поскольку он об этом вообще не знает, поэтому нет смысла об этом пока говорить. Если будет конкретный вопрос, то я озвучу его. Если наши радиослушатели хотят обратиться к доктору Вайдову, пожалуйста, можете и у нас спросить, можете сами его как-то найти, и обращайтесь напрямую. У нас есть несколько еще других вопросов. В частности, я вчера беседовал со своей очень хорошей знакомой, очень-очень здравомыслящая женщина, но это вопрос, который, собственно говоря, даже не от нее, это вопрос на высоких уровнях. Я смотрел по телевидению, даже вот российское телевидение. Вопрос о молоке. Ну, когда-то в ведические времена, есть такое понятие пяти жемчужин вселенной. Это то, что дает корова. И, ну, в первую очередь, конечно, он дает молоко. И вот назову только три, две не буду называть. Значит, самые три жемчужины, самое главное – это коровье молоко, это йогурт и это топленое масло. Ну, вот, оказывается, у нас в мире существует много сегодня гуру, которые вещают, как надо себя вести, что надо есть, что надо пить. Ну, и в частности идет категорическая вот такая вот целенаправленная борьба против молока, ну, если бы пастеризованного, понятно, но против любого молока, что это, короче говоря, очень и очень вредно. Ну, наверное, есть основания, те люди, которые как раз-таки болеют раковыми заболеваниями, им не рекомендуется, мягко говоря, пить или вообще отказаться от молока, возможно. Вот сейчас вы ответите. Вот у меня стоит бутылочка с молоком. Это молоко, которое от Амиши, то, что называют у нас сегодня Ро Милк. Вот я его пью. Ну, жив и очень неплохо себя чувствую. Ну, наверное, потому что, или, возможно, потому что у меня нет каких-то серьезных проблем. Как вы ответите, пожалуйста, на этот вопрос по поводу молока? Но только если коротко, иначе мы тогда не перейдем к нашей теме главной, которую мы наметили на сегодня. Значит, есть народности, которые не переваривают молочные продукты вообще. Северные народы, прибалтийские народы, русские, они неплохо переваривают. Но с возрастом степень перевариваемости из-за уменьшения энзимов в желудке и кишечнике падает. Поэтому в большинстве случаев после 40 лет я не рекомендую есть вообще молочные продукты, за исключением сливочного масла. Не пастеризованную. Да, именно не пастеризованную. Можно сливки тоже. Если не будет пучения, если не будет образоваться газы, если не будет образовываться, значит, запоры, и человек чувствует себя хорошо, то он сам может себе сделать вывод, что молочные продукты идут ему на поле. Но больному человеку я не рекомендую вообще потреблять до полного здоровья. То есть, если мы говорим о таких серьезных заболеваниях, как онкологические заболевания, тут не то, что не рекомендуется, а тут даже противопоказаны они? Противопоказаны есть два исключения. Первое – это пить парное молоко. Опять-таки, смотря какое назначение делает ему врач, вот, если он правильно, значит, назначает ему, дает ему очистительную диету, бесслизистую, можно пить только парное молоко или сыворотку. Сыворотка прекрасно выносит все отравляющие вещества, находящиеся в лимфе, вот, в крови, и выносит это через выделительную систему. Поэтому сыворотка, особенно козья, она очень полезная как лекарство. Период болезни. А скажите, если человек здоров, нету никаких у него показаний для того, чтобы пить сыворотку, кроме того, что он знает, что это полезно, то первое – может ли он ее пить или должен он ее пить. Второе – в течение какого времени? Говорят, на, так сказать, вот человек проснулся, он может просто на пустой желудок выпить сыворотку, и это очень хорошее очистительное средство. Совершенно верно. Я думаю, может всю жизнь пить сыворотку. В любое время дня? В любое время дня, когда он хочет. Можно за два часа перед сном, можно утром, но не с пищей. Вообще ничего пить не положено с пищей. Или за полчаса до еды, за 20 минут, или через полтора часа после еды. В зависимости, что он ест. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья. У нас в эфире доктор Борис Увайдов, который сегодня находится на территории Украины по приглашению врачей поделиться своим опытом и рассказать о том, как все-таки, ну, будем говорить, нетрадиционным способом избавиться от очень и очень серьезных заболеваний. Мы получаем много отликов на наши программы, где, в общем-то, там говорят, куда сообщить о... Вот доктор Увайдов не даст соврать, куда сообщить о гениальности доктора в Минздрав СССР, в Federal Drug Administration, допустим, или вот туда. Но сегодня не надо никуда сообщать. У нас есть гораздо более серьезные структуры, если это можно так сказать, это интернет. Поэтому доступен всем, и все могут узнать об этом. О молоке буквально я от себя добавлю, простите, несколько слов. Но дело в том, что сегодня мы относимся к молоку как к продукту питания. Если мы относимся к молоку как к продукту питания, который может и не перевариваться, то без сомнения это все правильно, как говорится, и там, и там, с той стороны, и с этой стороны. Если относиться к этому, с точки зрения аюрведы, аюрведа – это наука о здоровой, не только о медицине, не о медицине и здоровой жизни, а это инструкция полностью во всей облемочи, скажем, жизни, которая ведет к счастью. Это наше предназначение. Так вот, там говорится о том, что прием молока, прием молока, а не питье или употребление молока, может составлять от одной столовой ложки до половины стакана. То есть это употребляется только с одной целью. Не для переваривания, это не продукт для переваривания. И действительно, после там сорока лет, а сегодня еще может быть и ранее, он не переваривается нашими желудками. То есть молоко надо пить в определенное время. И это время раннее утро, ну как максимум до восьми часов утра или после восьми часов вечера. То есть в этом случае этот продукт лежит у нас в желудке. И для какой цели он служит? Для очищения тонких тканей головного мозга. Иными словами, он дает человеку мудрость и понимание, как надо себя вести. Все остальное можно спорить, можно верить, можно не верить. Это информация, которую, если вы захотите, вы можете воспользоваться, дорогие наши друзья, уважаемые наши радиослушатели, к которым я и обращаюсь. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, мы далее ответим на них. Ну а сейчас давайте мы все-таки перейдем к нашей основной теме, нашей программы. И у нас сегодня некоторые моменты. Мы можем осветить то, что предложил доктор Увайдов, которые могут привести к раковым заболеваниям. Одна из них – это употребление пластиковой, скажем, посуды. И не только посуды. В общем, каких-то пакетов пластиковых, каких-то пленок пластиковых и так далее. Правильно? Совершенно верно. Значит, вообще пластика – это продукт, который запустили цивилизованные страны. Сто лет тому назад и вообще десятки тысяч лет цивилизации вообще не знали, что такое пластик. Пластика – это химия. Она даже, вот смотрите, если вода находится в пластиковых вот этих баллонах и так далее, она немножко, как бы, вылизывает и растворяет частички пластика. И это будет у нас в крови. Как ни странно. Но если еще нагреть этот пластик, то выделяется уже токсичный раковый элемент, называемый диоксидом. Диоксид, он очень токсичный. Вот представьте себе, пластиковые зубы. То же самое со слюной. Получается просачивание. Оно идет в желудок, потом идет в кишечник и в кровь. И это 24 часа, если это протезы. Вот. Такого не было вообще. Вообще заболевания. Зуб, десен – это все продукты цивилизации. И это питание, образ жизни, мышление. Таким образом, раньше в древности что было? И гончарная глина была, потом ее обжигали. Вот это была посуда. И они там приготовили пищу на ней. Она не была токсичной вообще. А сейчас все из пластика. Так вот, при наградании, я знаю много хозяев, которые имеют вот эти пластиковые етензиусы. Посуду. Раньше была алюминия, но, слава богу, сейчас она уже не продается. Тоже страшные яды для крови. Вот. И все, что содержит... Я читал интересную статью о том, что рыбу опасно есть, там не только ртуть, она как бы заглатывает этот пластик. В океан в большом количестве попадает вот эта пластика из гарбича. Я вас перебью. Да, по этому поводу я сам лично видел. Я ходил, ну, бывая в Индии довольно часто, я ходил по берегу Индийского океана. И индусы, они простые ребята. У них там некуда гарбич, а рядом океан. Они идут с гарбичным мешком, с мусорным этим мешком, и выбрасывают в океан, поскольку, ну, там же соли, это все растворится. Оно растворяется, естественно. Уносится отливом, уносится туда дальше, дальше, дальше. А рыбы это все, естественно, глотают. Короче говоря, вот, да, сегодня это не только это, это и ртуть, которая там, скажем, в больших количествах находится, к сожалению. Но наши радиослушатели могут тогда сказать, а что в туда есть? Рыба вроде бы полезна, да? Больному человеку ничего нельзя есть. Вообще ничего нельзя есть? Вообще ничего нельзя. Можно только пить или что-то, какую-то жидкую пищу. Вообще, нужно нам подражать животным. Когда животное болеет, то он что, ест? Нет, конечно. Кошки, собаки, птицы, они сразу воздерживаются от пищи. Идут и зализывают себе раны, потребляют какие-то травы и так далее. И сама природа начинает лечить. А мы на 50% животные. Нам надо научиться у них, как вести себя. Когда желудок работает, тормозятся процессы выздоровления. Не включаются процессы аутолиза. Поэтому больному человеку, а нас наоборот учили. Моя мать, когда я болел, постоянно пичкала меня печень. И притом больше, чем когда я был здоров. Спрашиваются, откуда это учение? Ведь врач же, педиатр. Вот все наоборот. Поэтому профессор Столешников как-то выразился в своих статьях. слушай доктора и делай все наоборот. Ну, имеется в виду доктора не того, который был раньше. Доктора, там, уездные доктора, то есть старинные русские врачи, которые действительно это все знали, понимали, и они это никогда... Это сегодня доктора, которые уже все это подзабыли, да им это и не надо, собственно говоря, и знать. Да? Вы, наверное, это имеете. Я тебе скажу интересные факты, что каждый год у американских врачей отнимается где-то 500-600 лассенсов по всей Америке. Может быть, больше. Это было 20 лет тому назад. Я знал это, статистику. Сейчас, наверное, тысяча. Почему? Ну, люди, ну, нельзя обманывать постоянно. А американские врачи очень много талантливых. Оттуда пошла вся эта культура, цивилизация и наука исцеления, которую я показывал. Вот. Канада, Америка, Англия, Германия, Австрия. Так вот, если отнимать лассенс, представляете, какая революция в душе врачей, которые не согласны травить людей этой химии, отнимая лассенс, врач превращается в нищего, нищего совершенно человека. Он должен идти работать на такси. Ну, вы знаете... Несмотря на это, продолжается рост и развитие врачебной этики, науки, и это все будет прогрессировать. То, что оставили, забыли, это будет обязательно возвращаться. Вот. Мои ролики. На моих роликах сейчас учатся студенты мединститута Баку, Грузии. Почему-то оттуда началось. То есть, они очень серьезно относятся. И один, значит, врач, который кончил в Киеве, мединститут, институт, по-моему, богомольца, медицинский институт, шесть лет проучился, бросил. Он не стал лечить, потому что понял, что это все научные обманы. У него не было совести заниматься вот этим врачеванием, так называемым. Он пошел в бизнес. Случайно наткнулся на мои ролики. Стал слушать. Вот. Чем больше он слушал, тем больше он понимал основы науки и искусства исцеления. И потом он мне написал благодарность. Где-то прослушал десятки роликов прослушал. У меня около 300. он сказал вы заменяете всю профессору мединститута в Киеве. И я их лучше и глубже понимаю. То есть пробуждение идет. Пробуждение среди врачей идет. У меня учились хирурги из Казахстана, из Узбекистана, из Израиля. Проходили трехмесячный курс. И очень все легко. Я им высылаю информацию. 20 аудио, 10 DVD и 10 книг. Врач может быстро освоить, поскольку у него уже основа есть. Он быстро может освоить это все, переоценить и стать новым человеком. А не врач это 6 месяцев. Немного будет. Дорогие друзья, я хочу сделать небольшое отступление в свете того, что сейчас говорит доктор Увайдов. Эти записи, эти электронные книги, диски и видео они существуют. И это не только собственно говоря для врачей, это для любого человека, который потенциально больной, то есть для нас с вами, которые могут быть очень и очень серьезно востребованы. Вы можете, причем они сегодня то есть это электронное, все в электронном варианте, это все доступно и очень доступно и даже материально доступно. Поэтому если вы хотите скажем почитать что-то там или посмотреть или послушать, пожалуйста обращайтесь, вы можете обратиться к нам, мы вас перенаправим так сказать к доктору Увайдову, где-то можно приобрести. Ну у нас есть сигнальный так будем говорить экземпляр этого всего, поэтому в общем-то это не вопрос. 847-226-9956 код страны единица. И это самый простой способ общения SunGates 1-0-8, ну а также если вы просмотрите наши программы на YouTube, вы тоже можете оставить свои вопросы и замечания. Хорошо, доктор, давайте продолжим тогда дальше, пойдем. я забыл вас спросить по поводу вы сказали вот продукты, которые содержат дрожжи, это кандидоз, ну так ведь сейчас все продукты, вся кондитерская промышленность содержит дрожжи, иначе хлеб ты не приготовишь без дрожжей, или там скажем квас, он только на дрожжах в общем-то сделан, и считалось на Руси считалось на самом деле это очень полезный продукт освежающий и его пили, я не знаю как сейчас, наверное такого нету, я в этом вопросе не специалист, и пробую некоторые сорта кваса, ну вот я нашел канадский какой-то, он достаточно ну на мой на мой взгляд опять же вкусовых по вкусовым качествам, ну вот полезность или вредность этого продукта вы сейчас скажете. Значит насчет хлеба должен тебя обрадовать, что сейчас по всему миру выпускается без дрожжевой хлеб, или пшеничный, или сжаной, и при том делается на высшем уровне, и очень вкусный, и там вся клетчатка, вот, ну надо немного подсушивать его, в небольшом количестве, вообще, значит, вот этот грибок кандида, он очень любит углеводы, он питается углеводом, и питается сахаром, вот все газированные напитки, кока-кола, квасы, все фрукты и сухофрукты, которые содержат большое количество сахарозы, глюкозы, они питают эту инфекцию, значит, практически, я вот перечитал очень много научных статей, и мне больше всего понравилась диета, значит, Шевченко, Николай Шевченко написал, много к ней безнадежных больных нет, лечил он, значит, водкой и подсолнечным маслом, уже более 20 лет, это все, как бы, по всему миру, и у него тысячи, тысячи последователей и тысячи вылеченных от многих болезней, включая онкологию, то есть, сами больные свидетельствуют об этом, я проверил, я сначала не верил, но у меня были врачи, свои люди, которые давали, назначали вот эту вот формулу этого Шевченко, и они избавлялись от онкологии, сама одна врач избавилась от женского от женского опухоли, злокачественного, и она стала популяризировать, она в Лос-Анджелесе, кстати, она никогда не будет меня обманывать, но просто мы поделились, вот, так вот у него, почему я остановился, мне очень понравилась его диета, его система питания, 5% фруктов, 10-15% бобовых, жиров тоже где-то 10%, это авокадо, это оливки, это может быть сало, вот, 5% углеводов, все остальные неуглеводные овощи, что есть углеводные овощи, это тыква, это свекла, это морковь, это кабачки, вот, они тоже выделяют сахар, это каша, кстати, все каши, это сахар, ну, например, если ты съешь, значит, чашку риса, то 2 столовые ложки сахара пойдет в кровь, и они будут кормить кандиду, значит, за счет строгости вот этого питания, люди, выздоравливая от кандидоза, и одновременно выздоравливают от онкологии, но не каждый выдерживает это, потому что если сознание настроено, если человек понял, как важно здоровье, он может перестроиться, есть разные другие системы, не только Шевченко, давайте, если мы говорим, вы упомянули, что там надо употреблять алкоголь, давайте уже заодно и скажем, сколько, прямым текстом, по его системе 30 миллилитров и 30 миллилитров, если запущена онкология, он 40 и 40, значит, берется детская такая, сосетка ребенок, как называется, детская бутылочка, да, скот, сосочки, и вот там меряется точно 30 и 30, а потом вот так 2-3 минуты 30 миллилитров водки и 30 миллилитров подсолнечного масла, подсолнечного, какого? Да, нерафинированного, нерафинированного. И что? Вот здесь очень много хорошего отжима, все, и большое отличие, то, что продают в Лос-Анджелесе, и что здесь продают. Очень большая разница и по вкусу, и по качеству. И сколько раз в день? Три раза, значит, первый раз 10 дней, 5 дней перерыв, опять 10 дней, 5 дней перерыв, опять 10 дней, 2 недели перерыв, а потом обратно по 5 дней. И эти циклы минимум 6 месяцев, от 6 месяцев до 1,5-2 года. Это тем больным, которые больны онкологическими заболеваниями? Да, это им, да, надо долго, длительно, а другие... Но это не только, скажем, если человек продолжает весь образ жизни, который он вел, и питаться то, чем он питался, и вот этот рецепт толку не будет. Значит, это все в комбинации с диетой, которую он же и рекомендует, правильно? Совершенно верно. Даже он еще запускает техники молитвы, он верующий, христианин, вот, он указывает, что перед тем, как ты выпил эту смесь, ты должен помолиться обязательно. Это тоже энергия, это уже другие виды энергии, которые человек принимает. И это все тоже в совокупности дает, поднимает общую энергию, которую исцеляет. Ну, да, это очень интересно. Если говорить о молитвах или там мантрах, то, в общем-то, в некоторых традициях, в некоторых народностях, на Востоке в частности, существует, вообще-то говоря, да и раньше, и на Руси это было, существует такой обряд, традиция, перед тем, как приступить к приему пищи, нужно произнести определенную молитву, мантру, ну и так далее. Поэтому это как раз-таки то, чего совершенно не принято в современном цивилизованном западном мире, особенно, когда у нас люди ходят в рестораны до каких-то молитв, каких-то мантрах. давайте скорее там нальем и не 30 миллилитров на 30, а уж сразу так это пол литра. Да. Вот. Доктор, хорошо. Вы знаете, очень интересно, как всегда, вопросов тут много, мы заняли довольно значительное время нашего эфира ответом на вопросы, но тем не менее, мы продолжаем встречаться и все у нас идет по плану, так что мы встретимся в следующий раз, если вы не хотите что-то еще добавить в этот раз, еще там пару минут у нас, наверное, есть. Что я хотел сказать, что есть очень много других методов, которые также доказаны. Вот. Это можно на интернете найти, что самый лучший антибиотик, который уже доказан, это серебряная вода. Вот. Дальше идут всякие essential oil, вот, эвкалиптовое масло, масло чайного дерева, оно очень здорово бактериотидно действует, подарковый, высший антибиотик, прополис, высший антибиотик, антисептик, они тотально действуют на этого грибка, подавляют, гвоздика, пижма, корка зеленого ореха, керосин, скипидар. В панике разбегаются эти кандидозы при запахе керосина. Один из дедовских способов, который мой дед применял и внутрь керосин, и мазал стопы, и одевал носки. До сих пор этот дедовский метод остался. Это как бы этот метод сто летней давности, который до сих пор применяется при простудах, при ангинах, при гриппе. Потрясающе! Один запах вызывает у них панику. Если говорить об антибиотиках природных, есть еще такой антибиотик, это китайская такая трава, она называется golden seal root по-английски или корень золотой печати. Природный антибиотик, вот в частности я его использую, если есть какие-то там показания для использования его, то и собственно говоря, как профилактика, в течение трех месяцев его можно пить, он не оказывает вредного влияния на организм, но только если длительный прием и нету показаний, действительно нету каких-то болезней, то его не следует употреблять, но таким где-то месяца три, там по одной капсулке, даже по две-три раза в день можно в общем-то пить совершенно безболезненно именно для того, чтобы вот провести это внутреннее очищение. Хорошо, доктор, спасибо большое вам за ваше время в эфире. Дорогие друзья, я напоминаю о том, что у нас сегодня в эфире доктор Борис Увайдов, врач с почти сорокалетним стажем, который написал книгу, которая является бестселлером во многих странах, называется «Победа над раком». Доктор Увайдов работал в течение очень многих лет на территории Мексики, в Тихуане, где находится институт по как раз-таки раковых больных, там, где лечат по другим методикам, которые приняты в современном цивилизованном мире, в частности в Соединенных Штатах Америки. Там немножко другие, мягко говоря, законы, поэтому вы можете, пожалуйста, обращаться к нему, можете обращаться к нам, и мы вас перенаправим к доктору Увайду. Еще раз большое спасибо вам и до новых встреч. Всего доброго. Здоровья.